Размытые словно мираж букеты, написанные Алексеем Соколовым, не могут не привлечь внимания. На первый взгляд может показаться, что художник всего лишь пытался закрасить неудачный натюрморт. Но на самом деле Алексей Соколов намеренно применял необычную технику смывания в своих работах. Сначала автор изображал контрастными цветами объект, а затем тонировал и промывал водой. Такую процедуру он проводил несколько раз. Как результат, на полотне только легкое очертание изображенного предмета. Детали же создают воображение. Философское восприятие предметного мира просматривается и в работах других художников, представленных на выставке «Метафизика натюрморта». Жанр натюрморт на самом деле популярный. Другое дело, что метафизический натюрморт, здесь все три художника представлены, все три работают с предметным миром. Здесь цветы, какие-то предметы такие брутальные, какие-то металлические, здесь какие-то фигурки стоящие на столе. Но все три художника абсолютно нашли свой язык. Словно в противовес дематериализованным композициям Алексея Соколова, на полотнах Андрея Гросицкого тяжеловесные, громоздкие предметы домашнего обихода. Здесь нет места неточности. Центральные объекты на картинах словно не вмещаются в рамки композиции, нередко выходя за границы полотна. Практически на каждой картине можно заметить текстуру изображенного предмета. Для этого художник намеренно добавлял в краски манную крупу. Андрей Гросицкий – современный российский художник, чье творчество связано с нонконформизмом. Еще один автор, чьи работы представлены на выставке – это Илья Табенкин. Этот художник стал создателем нового вида натюрморта. Табенкин лепил фигурки людей, животных из глины, гипса и других материалов. Затем помещал их в заранее подготовленное пространство и изображал на полотне. Эта выставка о тех художниках, которые, может быть, при жизни не были так заметны, но на самом деле они оставили огромный вклад вообще в историю современного искусства. Это, по сути дела, музейные художники. Экспозиция включает в себя более 30 работ, созданных талантливыми авторами в период с 1970-х по 2000-е. Картины были предоставлены музею из частных коллекций Вячеслава Тишина, Михаила Дубина, Василия Воронского. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.